Политолог Олег Лесный присоединяется к нашему эфиру. Олег, рада приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Олег, скажите, пожалуйста, какая главная политическая задача в Российской Федерации стоит перед Гундяевым? Ну, тем самым, который себя патриархом Кириллом считает. Ну, во-первых, он является частью власти. И знаете, как в одном фильме было «Может, вы батюшка еще и партейный?» Так вот здесь как раз тот же вариант и есть. Это пропагандист, очень серьезный, потому что он взывает через церковь к душам и умам людей, которые верят в Бога. И то есть, используя благой образ, делает все наоборот и прославляет, как у вас в сюжете было сказано, не только войну, но и Путина, и вообще политику России в отношении, в том числе и Украины, и Запада. А то, что СБУ подозрение гласило патриарху Кириллу, о чем это говорит, чем это чревато и какие будут последствия? Ну, это, в принципе, юридический факт, который нужно делать вовремя, а мы это делаем вовремя, потому что мы верим в нашу победу и в то, что как гитлеровская Германия в свое время со своими бонзами пристала перед Международным судом, так и Путину, и его клики, в том числе и патриарху, и другим людям, которые сейчас прославляют войну и ведут ее с нами, они должны будут нести ответственность в юридическом плане. И это совершенно цивилизованный подход. Мы им сразу рисуем будущее, у них есть время одуматься. Но нет времени, то есть нет желания одуматься, но тогда это все будет... Тот, кто останется в живых, тот будет окажется перед судом, и это логично. Так было со всеми, ну почти со всеми, опять же, таких, кто выжил, диктаторами. Поэтому это все логично, это мы должны делать, потому что мы все-таки живем в цивилизованном мире и должны все делать в юридическом русле. А Гундяев, он вхож в ближайшее окружение Путина? Ну то есть какова вероятность, например, что Гундяев встречается с оригинальным Путиным, а не с двойниками? Ну знаете, я вообще думаю, что двойники это такой вброс, который призван в первую очередь отвлекать внимание от лидера России. Потому что вот у меня есть мое личное субъективное мнение, может я, конечно, ошибаюсь, но Путин насколько трус, что он не допустит появления другого, потому что, ну я как-то думаю, да, потому что всегда можно заменить, и я уверен, что Путин очень-очень трусливая личность и одиозная, и вряд ли он пошел бы на такую аферу. Ну хотя, с другой стороны, Сталин же на такие вещи шел, хотя тоже боялся за свое будущее. Ну, если возвращаясь к Патриарху, да, он вхож в ближайший круг Путина, и это заметно по его благосостоянию, потому что надо смотреть не потом, кто куда заходит, а то, что имеет в России, да. Это только с позволения Путина можно иметь корабли, пароходы, деревни, душ и так далее, а от Патриарха Кирилл это все имеет, и он прославляет в первую очередь Путина и его действия, поэтому тут далеко ходить не надо, это его верный на нынешнем этапе солдат, потому что он себя ведет именно как военный, а не как священник, потому что священник должен быть где-то выше, выше власти, выше государства, он общается с Богом, да, а для товарища Патриарха Богом является на нынешний момент Путин, и это заметно. Похоже, скоро появится новое звание в Российской Федерации генерал-патриарх, ну, вполне себе реально. Может такое быть. Субтитры создавал DimaTorzok